здравствуйте друзья у нас с вами сегодня новый гость новый блогер в нашей рубрике интервью с блогером представляйтесь здравствуйте друзья меня зовут юлия я живу в лос-анджелесе так прекрасно тут все просто чудесно девчонки симпатичные там есть разные знаете симпатичные есть и очень хорошо я просто на вас смотрю думаю может там все таки но тут много-то тоже лос-анджелес то там много актеров а есть такой движ по улице вдруг какой-нибудь звезда пошел я вы знаете тут живу чуть больше года и видела только всего один раз в магазине встретила одну звезду и даже имя его не помню но такое на лицо знакомый актер один собственно все это же как на клинтон и похоже так хорошо значит вы откуда сами то сказание как там в казани ты еще было когда не прекрасно было на самом деле замечательный город так все хорошо а как же вы сюда попали выиграл грин карту то есть играли все таки в грин карту все хорошо один раз один раз один раз не нет я всегда на самом деле хотела уехать в штаты вот и но никогда не играл потому что это не верила что вообще это возможность выиграть все это делал вот первый раз подалась и купила по образованию вы кто по образованию я педагог психолог педагог чего психолог на педагог психолог есть такая специальность педагог психолог то есть вы не то что преподаете предмет нет да больше как бы детский психолог не знаю специальность какая-то детская возрастная педагогическая психология да вот это и где такому учат ну я училась в тюменском университете государством а что же не в казани а ну я не всю жизнь когда не жила как бы жила в казани потом уехал в сибири пожила там маленький городок один ягонь называется там пожила называется нягонь 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 нягань 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 очень маленький мама мало кто его знает а что же вы там делали ну жила мне как бы родители были сначала в казани потом увезли вас туда в нягань и там как-то это все потом обратно в казань поехал моя формата ним в казани в аспирантуре учился да как раз в академии педагогических наук в казани находился институт академии педагогических наук назывался психологии и педагогики но наверно там есть от которых центре да там но относительно в центре до педагогики и психологии профессионального образования такой был махмутов мир за из моего чем был когда-то министром образования татарии а потом он был академик академия педагогических наук вот если вы изучали проблемное обучение изучали автор так я занимался педагогикой профессиональной поэтому в академии педагогических наук было 16 институтов но вот именно тот который занимался профессиональной педагогикой был в казани мир за из моих чем как бы создал институт когда еще полком министром образования потом стал директором там работал вот там их много было но все по разным направлениям так что мы с вами может быть почти земляки ну что же давайте мы будем к американской жизни выиграли вы грин карту а что с английским ну так серединка на половинку более-менее но как бы я учила в школе я учил в университете я ходила на курсы тоже вот но как-то так сказать чтобы я прям так разговаривала разговаривал я не могу но я понимала все прекрасно ну и вот приехали вы в лос-анджелес да сразу друзья были как нет никого ну приехал и чего и ничего нашла жилье нашла работу все но у вас собой было там с собой было две тысячи долларов у меня с тобой было как же вы жилье сняли на такую сумму но я сняла комнату то есть я как бы не снимала прям квартиру там залоги все эти дела я нашла самый дешевый вариант как просто комната ничего и залогов не надо ничего не надо от момента приезда в страну до момента когда вы заработали свой первый трудовой доллар сколько времени прошло ну месяца полтора наверно где-то так и что это было за работа это была работа в детском саду русском да в русском детском садике да ну меня тогда взяли только на две недели как бы на замену воспитателю который ушел в отпуск угу вот я там поработал две недели и все собственно потом я нашла уже ту работу на которой до сих пор работаю так что это расскажите это администратор в интернет-салоне назовем это так есть такое заведение куда люди приходят играть я вот там сижу такой как интернет-кафе такой ну типа такого да да чтобы в этом духе и что же вы там делаете а ничего собственно горе сижу английский ученых могу кино посмотреть то есть такая работа я понял то есть вы пока как называется бабло не рубите так потихоньку нет нет даже не хватает да конечно но хочется рубить хочется чтобы побольше было что вы хотели расскажите зачем приехал я приехала я всегда как бы очень сильно увлекла увлекалась кино и собственно за этими сюда и приехала учиться именно кинопроизводство а то не на что вы сниматься хотели нет 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 а вы могли бы внешность кинематографическая спасибо но как-то не хочется вообще никак но вы учитесь по этой части сейчас я вот в сентябре поступаю в лос-анджелес сити колледж что-то я тут буду учиться то есть специальность у вас будет что я пока еще думаю я хочу на режиссера конечно всегда хотела на режиссера учиться но люди которые здесь уже работают очень советуют не идти туда а идти там как минимум операторах хотя бы потому что это более такая востребованная еще понимаете да да как это называется тяжелая работа в смысле нервная какая обстоятельства режиссура и там как балериной начнешь хорошо танцевать те стекла битого тяжело но хорошо подождите а вот все таки ну девушка такая могу сказать эффектная так на вас посмотреть так вы же личная жизнь как или вы ее по боку и где нет моя я принадлежит кино так не достаньте ты никому пока как-то не до личной жизни только работа 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 и работа надо же было как-то заработать на ту же машину надо было заработать как ты вообще а мама не говорит там а внуков давай мамы нету вот так что с этим без проблем хорошо а друзья у вас есть хотя бы тусовка какая-то ну тусовки нет есть конечно пару знакомых так чтобы прям друзей-друзей я бы не сказала конечно но вот девочки с которыми жили с ними дружим еще так пару знакомых есть а вот давайте так я вам по серьезному такой вопрос за там так как бы уже не прям страшно даже взрослые девочки уже нет было там там скажем 19 или даже 22 я бы не стал спрашивать но он все-таки у вас есть какой-то знаете как инвестицию когда делаешь там вот там положил деньги гриш если упала вот там семь процентов я выхожу или там выросла 35 я забираю ухожу эти у вас есть как это exit strategy то есть выдох мир занимаетесь вот этим кинематографом и говорите себе если я вот к такому-то моменту допустим не дать не пришла вот в эту точку и рада разворачиваюсь и занимаюсь чем-то еще такого нет заниматься пока хорошо а что для вас было бы добиться вот что что должно произойти что вы сказали она на самом деле просто зарабатывать этим на жизнь я не ставлю себе там целью кинг там оскары или еще что-то в этом духе как бы а что такое заработать на жизнь что это тридцать тысяч 50 120 что это была возможность рано или поздно купить дом что была возможность там я не знаю ездить куда я захочу такие такие простые элементарные вещи мне было сильно многое для счастья не надо скажем а сколько платят людям которые этим занимаются вообще как какие там ставки вы не знаете нет понятия не имею но это и я так вообще если честно даже не узнавала насколько знаю не гонорары за фильм какие-то не больно там что почасовая но я могу ошибаться не знаю если вот какие-то я видел студенческие проекты снимают у них там почасовая конечно что-то по гороскопу и лента вам надо дайте чего вам надо спутника жизни рыбку вода я не разбираюсь на то что вода огонь и хорошая семейная жизнь ну понял да слушать у вас тяжелый лев лев должен быть чистолюбивым в принципе он хорошо а что за блог у вас расскажите влог у меня это я начала его от скуки когда мне делать было нечего в америке да уже в америке нет у меня были мысли как бы начать еще когда я была там когда я вот собиралась чтобы ехать вот это все записывать его в процессе но в процессе было вообще не до влога конечно же поэтому я начала его делать только наверное месяца через четыре когда я приехала сюда вот и ну что о влоге сказать я не знаю я там снимаю просто кин такие стандартные вещи там как получить я не знаю водительское удостоверение или как там заполнить документ на ту же грин карту на какие-то такие вещи также снимаю я делала пару туров по киношколам ну вот на тему кино конечно слушайте у вас есть тема своя ну это классно я прям подскочил когда вы сказали ну конечно грин карты у вас есть своя ниша у вас есть свое лицо как driver's license получить каждый снимет а вот а это а это же слушайте это классно я пока не очень знаю что на эту тему снимать не хочется меня тоже просятся побольше на эту тему снимать но я сходил но я могу походить по всем киношколам снять туры до по этим киношколам как бы что еще на съемочную площадку я ходил в венческую съемочную площадку это я могу выложить но что-то а вот более серьезная как там же все время какие-то кастинги происходят на эту тему тоже массовку я кстати сняла видео да насчет массовки как попасть собственно это массовки были на массовке когда-нибудь была пару раз да платили там или так платили но там платили чего смешно девять в час что ли плюс минус налоги точнее это я туда ради денег ходить я считаю смысла нет абсолютно потому что первых сложно попасть туда надо очень очень биться чтобы туда попасть вот да и как бы ради этих денег она того не стоит туда я туда ходила только естественно посмотреть на эту атмосферу на шоу там на шоу такие не ходила я ходила именно там сериал один был я там снималась а там что прям кешем отдают в конце или чек выписывают нет чек присылает по почте потом ну интересно да конечно ребята какие там ребята там отличные все я куплен для меня потом спрашивать о том как тебе там вообще понравилось как там тебе у меня бесполезно что я в таком вообще в восторге в начать конечно да ну хорошо что же так подождите а в блоге вас народу много там подписчиков почти три тысячи человек 2 900 там с чем хорошо и это фактически за сколько за там 8-9 месяцев да побольше за год примерно за год ну хорошо а откуда вот эти люди все взялись как они о вас узнали вот вы сделали первое видео повесили ну и откуда первые клики понятия имею вообще и нет я оставила конечно там теги вот эти все как бы может я нигде особо не рекламировалась никуда вот этот блок он у вас такой радость приносит или бывает что и обидят там как-то огорчение какие-то тоже бывают с этого нет я когда начинала и конечно знала что как бы в мире много не очень здоровых личностей я была к этому готова в принципе и конечно когда там пишут какую изгадость конечно сначала так неприятно потом думаешь да господи он просто заблокировал все забыла но большинство конечно больше положительно намного больше просто несопоставимо я согласен я согласен ну что же хорошо а вот из ваших таких эмигрантских впечатлений вот вы живете год стране нет там ностальгии может вы там какую-нибудь березку нефтяной скважины ностальгии вообще не было ни разу но я тут недавно съездила в россию я просто съездила кота своего забрать я поехала всего на одну неделю а где был кот-то я не понял кот был с братом дома а у вас братик есть? брат старший, да ааа, хорошо мне надо было его забрать, вот я съездила заодно там повидать всех как бы и вот когда я туда приехала я поняла что я дико скучала оказывается потому что все эти родные места, родные люди вот это все это в Казани было? да, потом уже приехал так конечно первое время так не по себе немножко было но сейчас уже все прошло то есть у вас не было как у некоторых вот они попав через год домой там на недельку у них только отторжение какое-то они начинают что-то им не нравится нет нет я как бы у меня был такой момент что когда я помню я путешествовала и когда в россии еще жила я уехала на месте путешествовать по европе и когда вернулась и вот мне стало вообще там очень не по себе вот именно в россии дома потому что как бы я увидела вот это вот как это сказать я не знаю но контраст вообще дикий был конечно поэтому я сейчас туда ехала я знала что я там увижу я знала какие-то у меня чувства все вызовет и я на это даже больше там на все это хамство в магазине когда мне там какая-то продавщица что-то пыталась ну это я уж не буду в детали вдаваться мне было смешно просто и все то есть у вас такая крепкая психика я думала что я буду очень болезненно это все воспринимать как я первый раз то я там у меня была история там прям ревела шла после Европы если честно это была вообще это жуткая вообще ситуация была я уж не буду рассказывать мне кошмар был вот а сейчас нет а я как-то вот один раз за все время что мы тут вот за эти 25 лет один раз мы поехали ну там по делам надо было съездить в Москву и мы с женой поехали на дней десять мы там были ну и там на форумах я начитался у меня какие-то воспоминания там еще что-то мы тут 12-13 лет уже здесь были и я был готов к разным неприятностям то есть я уже себя настроил что я внимание не обращаю и дальше у меня была очень радостная поездка вот мы приходим в магазин я жду сейчас меня обхамят и не обхамили и опа смотри как потом значит там пошли куда-то и там вот лужа такая и он притормозил и не обрызгал это поперла и ну в общем да и милиция вежливая ну не могу сказать что вот что-то такое кроме халадрыги но это уже так что ж теперь а мы просто не забыли и не оделись как положено то есть мы в общем не были готовы с точки не одежды а так все я приехал тоже вроде там лет было я приехал вообще даже кофточки с собой легко не взял забывается а там 15 градусов и я там пока еще чувствуешь себя как немец под москвой то есть не то замерзаешь там хорошо ну что же так все-таки с языком то вы разобрались за годик ну я бы не сказала на самом деле просто у меня на работе клиенты в основном ходят мексиканцы и там филиппинцы они очень плохо по-английски говорят и я жила раньше с русскими девочками тоже как бы на английском не разговаривал я вот сейчас пытаюсь как-то это срочно искоренить у меня сейчас румейтки обе одна американка другая канадка то есть на русском я дома хотя бы не разговариваю хорошо 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 а до этого почти весь год я разговаривал на русском вообще на английском только вот в магазинах знаете вот такие вот а вам эти там зрители подписчики там не норовят там познакомиться норовят конечно но я это зачем мне это мало ли кто то о как да интересно вам надо к нам сюда тут девчонок не хватает да мне предлагали конечно Юля зачем тебе это кино и дифтестеры вообще без проблем будет зачем тебе кино и дифтестеры это вы знаете что я вам скажу я не знаю насчет того насколько вас это устроит но вы можете совместить дело в том что в голливуде там много народа тестирует ну конечно да у нас было если вы смотрите может быть иногда наши сюжеты у меня там есть правая рука София ее зовут одесситка такая она всех на практику пристраивает у Софии есть дочь у нее трое детей но у нее есть дочь и ее дочь закончила она девочка еще сразу после школы к нам пришла и работала какое-то время тестером потом закончил университет и там по государственному управлению и вышла замуж и с мужем поехала в лас-вегас и в лас-вегасе искала работу ну что-то в административным и там есть м джем если вы знаете громадные эти самые facilities и ее позвали к слушать из тестировала вот и готовы у нас потестируешь и она оказалась снова в тестировании она сейчас там в большой компании да и и вот так она ее вынесла она там тестировала а другой раз у меня была женщина прямо из лос-анджелеса она ей было 55 лет она работала продавщицей и кто-то из наших выпускниц там у нас была женщина из лос-анджелес которая училась потом вернулась лос-анджелес и она с ней познакомилась и говорит что ты тут да а то хотела с мужем американцам развестись но денег нет она там за 10 долларов стояла в общем и говорит на мысть от эстера сделаем обучила ее сама и прислала ко мне резюме составить и она приехала ко мне вот 55 лет так вот такая коса вот так вот такой диаметр косы она в форме аж голова вот с этой косой коса так ничего себе не до колен такая очень специфическая такая женщина питерную ну и в общем слово застала так и мы это резюме там ей нарисовали она очень прикольная была но то есть не то слово так взяли тоже в голливуде там тестируют какой-то там голливуде то есть это я не разбираюсь есть очень много программного обеспечения с помощью которого делают кино софтвор есть во первых есть как бы монтажные все эти вещи редакторы кроме того есть эффекты спецэффекты есть я просто думала там эти программы они уже там а вид вот этот тот же сам они как бы стоявшись таки там но как же виновые версии все время выходят потом дальше там что еще есть веб-сайты на которых эти фильмы там продвигаются рекламируются продаются это целый мир этот космос эти целый то есть конечно это не связано с производством но это связано с но мог может быть с продвижением там и так далее это очень интересно есть очень много кино с программного обеспечения вот начиная от редактирования это с довольно сложно и кончая чем-то таким более есть такая работа да есть так хотя конечно тестер он не 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 специфически тестер для голливуда или там для компании производящий там приборчики измерения крови это все-таки в более широкого плана профессии образные проекты бывают ну в общем если там совсем безденежно будет быстро отправим если что если что бывает вы занимаетесь чем тем к чему душа лежит в принципе обычно люди добиваются самых лучших результатов там где у них ну вот есть клик такой пойти вот вибрация вот это пошла и даже бывает что вот какая-то область может быть не исключительно хорошо себя чувствует но если ты там мы если ты это твое тут и ты там гораздо выше поднимешься чем в каком-то бумирующим там проходящим чем-то где ты не чувствуешь себя дома доналд трамп как-то эту тему рассуждал вот я слушал я я с ним очень согласен то есть надо заниматься тем где у тебя вот драйв меня только смущает что вы занимаетесь чем-то и даже не знаете сколько там зарплаты платят потому что меня это меньше всего интересуется честно ой хорошо так ну работают же люди значит платят значит все такое это женская такая логика ну наверное не голодают вот именно ну что же вообще лос-анджелес такое место что вот у меня такое ощущение что в каждом втором гараже продакшен там они что-то делают так и есть на самом деле и разговоры не каждый второй практически каждый человек так или иначе он как-то связан с кино с Голливудом как-то да конечно хорошо а вам нравится вот как город говорят там очень плотный трафик и вы же водите машину да то есть вот говорят что там stop and go трафик я вот когда еду через лос-анджелес я вообще жить не хочется я стараюсь ночью проехать я знаете как вам скажу на это мне вообще смешно когда люди начинают здесь жаловаться на трафик потому что я вспоминаю трафики вот эти пробки в казани когда я стояла просто в автобусе стоя в давке два часа просто мы ехали там я не знаю метров сто может быть вот это я понимаю автобус не хоть не мог пройти ну там ну пробка вот прям пробка она просто стоит это что зима снежные заносы почему он там а снежные заносы что-то там где-то чинят ну вот это вот и постоянно это вот в час пик там не просто надо выходить и идти пешком потому что доехать ехать ты будешь три часа до дома так что когда здесь жалуются на пробки у меня это смешно слушать если честно так что я здесь к пробкам здесь вообще нормально хорошо так вам до работы далеко близко как вы ну если без пробок то в минут 15 вот например возвращаюсь а если поздно пробок нету то без проблем вот а если с пробкой ну можно полчаса ехать где-то так а вот давайте мы немножко переключимся люди которые собираются эмигрировать вот такие же как вы выиграли green card и и начинают метаться все форумы если вы знаете форум говорим про вес конечно значит там вот это куда поехать куда податься новичку и там вот эти географические сделали рубрики вот там значит калифорния там сиэтл чикаго там ньючерси там разбили чтобы люди могли узнать по регионам там какую-то информацию вот вы считаете лос-анджелес для новичка хорошее место нет а чего ну потому что вот я бы сама если бы не кино я бы сюда ни за что не поехала а куда бы поехали ну как бы так я бы поехала в какой-нибудь маленький тихий городочек спокойненький где можно было бы спокойненько выучить английский устройство на какую-нибудь спокойненькую работу ну я не знаю лос-анджелес здесь во первых очень тяжело с работой здесь надо очень ой расскажите расскажите это очень интересно а это не то что там вот мексиканцев там миллионы там или как-то они без английского обходятся мексиканцы мексиканцы забирают работу где английский не нужен как бы вот поэтому такой работы чтобы без английского да вот ну как бы опять же от человека зависит да если он там сложно так сказать понимаете одним для всех угу ну все же индивидуально очень вообще кто-то приедет и сразу там пойдет этим мувером как все мальчики у нас тут работают понимаете по мебели ну конечно да то есть есть такая работа мебель так сказать вот с этим вообще без проблем если здоровье не жалко то пожалуйста есть работа где с работой трудно есть работа с мувером можно на стройке наверно можно да нас насчет стройки не знаю вот мувером я постоянно вижу объявления вообще постоянно а вот для девочек я пыталась как-то когда я приехал для девочек сложнее потому что я пыталась устроиться просто официанткой я ходила вообще обошла тут все кафешки бреди дальше и все говорят позвоним позвоним как бы как интересно а вот с детками с детками тоже в принципе вариант но там платят конечно мало да мягко говоря чтобы нормально вот выживать сколько надо получать вот ну для начала я не имею ввиду к чему стремиться а просто вот меньше чего как бы совсем плохо так опять же это зависит от того там семьей человек или один человек вот как вы как я вот я подсчитываю да сколько у меня поначалу вообще денег особо не надо на как бы на жилье и на еду все собственно говоря ни на что больше надо сейчас уже да сейчас уже все счета страховки машины бензин вот это все уже побольше но мне вот если полторы тысячи в месяц будет хватать даже сейчас ну хорошо пусть будет две тысячи значит если две тысячи наличкой в вашем там налоговом этом диапазоне ну что-нибудь там 2 600 там грубо говоря 13 долларов в час вы уже живете есть такое ну да не прям живем прямо живем но но ничего можно жить это хорошо ну что же это знаете у всех свои как бы как сказать притязание претензий я понял вам сейчас не это важно вам сейчас вот в профессию войти а сколько лет займет войти в профессию нет учиться надо и собственно вот эти два года я получусь потом начнут интерн брать на интернатуру брать какую-то что-то постепенно постепенно я думаю не будет большой проблем то есть city college как раз вот это та программа которая дает профессию то есть не нужно потом в университет там куда-то бакалавра получать нет не помешает конечно но не обязательно то есть работать можно уже и с этим нет работать можно уже после их нить курса взять кингом сертификаты и уже можно в принципе то есть работа ну да конечно а нет ну я же не знаю мало ли там может быть есть а тут нет есть конечно то есть вы еще не пошли учиться вы еще не знаете что там какие дисциплины преподают ну я так смотрела там все стандартное ну типа из истории там кино монтажные вот это дело операторская все все по деталь к у меня даже бумажка была я могла бы по мне конечно найти зачитать но это надо долго сейчас так конечно сайте вот все эти ваши монтажные операторские это все кто-то что написал а кто-то наш аши ребята да 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 ну что ж хорошо я знаете я думаю как вот помочь я думаю так сказать народ смотри девушка симпатично выгодить я не интересуюсь там мы такое ну ладно в общем как заинтересуетесь вы сразу ангажемент ладно а вы вообще путешествуйте куда-то дальше чем лос-анджелес там села на тачку и покатила в сан-франциско например прям очень хочется но и дальше реверсайда я никуда не уезжала еще пока оттуда-то вы зачем до концерта туда просто едем и мы выступали туда съездили все а уж и хоть а вот куда-нибудь я не знаю там курортные места штам рядом есть да там palm beach palm springs и никуда вообще не убиралась я вот у меня вот все все время что не забыла у меня была работа 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 приезжайте к нам рядом с подружками добивайтесь в тачку и покатили какие быть обязательно не скоро время очень как поедете сразу к нам у нас знаете тут есть такие как сказать как москве вот там до мавзолей большой театр там что там еще гум вот значит вот у нас тоже там люди которые приезжают у них тоже там обходной такой листом google facebook портов компьютер скул которые парк которые по-русски говорят они нас знают мы с вами там уже с камерой нормально снимемся вы только знаете что вы мне сбросите в skype ваш канал чтобы меня не искал чтобы я вас так и ссылочку дал чтобы ребята могли к вам туда походить а с какой частотой вы делаете сюжеты я стараюсь каждую неделю но один 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 ролик в неделю да потому что я там не просто я могу конечно постараться почаще но я ничего не хочу обещать потому что бывает у меня были перерывы там по месяцу например когда перед отъездом потому что куча дела там вообще невозможно потому что я монтирую я не при я не просто как бы не просто жусь говорю выкладываю я вам скажу такую вещь вам вам проще быть услышанные и увиденные потому что когда человек что-нибудь раз неделю делает так раз неделю не нужно много времени но посмотрел там сюжете к все и вроде тоже так вашим подписчикам легко быть конечно у меня же террор месяц сотню и там 120 я думаю чего я не договорился что я в этой жизни нет я попыталась пару раз включала в машине камеру но как-то мне что-то не идет как-то на телефоне и на гоу-про присоски эти я купила вот это самую дешевую знаете которые последние у них вышла она не 3 не 4 а такая просто gopro hero 130 долларов на нам стоит что ли причем недавно вышли я не знаю почему не выпустили черненькая такая маленькая нет 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 не это новое не да это еще которая была а я даже не слышал такой шок за 130 долларов интересно я решила ее взять я все жду когда появится что-нибудь хорошенькое на 4 кей а вот эта маленькая нанести на 4 кей чуть слышала снимает нет го про да вот это новая черненькая маленькая она снимает но она там получается такая штука она на 4 кей снимает но не 60 там кадров в секунду а только 30 поэтому получается такая штука что ну как вот action камера на ней там в движении там или что-то она не не очень это не не те четыре кей который ты хочешь я имел я имел то обычную камеру хорошего такое с оптикой со стабилизацией уже чтобы она так по-настоящему вот я пока просто не нашел себя я вижу хорошее качество вот я вижу иногда 4 джейдж по приспаза не смотрели панасоник это джейдж по я на нее очень смотрю очень хорошая камера на 4k снимает и там да там слоу-мошен очень там то ли 96 кадров в секунду то ли что такое в общем безумное что-то да слушайте я как сказать поскольку я не монтирую ничего так после обрубаю и ставлю мне трудно выжить из техники то за что деньги заплачены я даже автомобиль когда вожу я знаю что в нем много фишек но вот я пользуюсь десятью процентами вот и еду иметь не до этого поэтому я такой не плохой пользователь в общем только только фишки переводить на меня ну ничего страшно ладно давайте тогда мы с вами будем это самое закругляться давайте я купил кепку ютюбовскую магазине гугловском так так лучше будет вот кепка youtube куплены в магазине компании google да значит в общем как приедете в кремниевой долины мы вас поведем в магазин компании google и и там ну что-то вложить вам коврик для мышки там захочется или там маечку маечка youtube это неважно это энергетика это уже как там выпил чуть-чуть и уже энергия пошла знаете то что надо дело на себя что-то маленького youtube и вроде уже так целый ютюбер хорошо давайте значит мы пожелаем успехов и всяческих там благ вашим зрителям я все-таки сниму дома 4 не жарко вне вашим зрителям и я пожелаю как бы хорошего времяпровождения тем кто смотрит нас на силикон вал и войс и я думаю что они со мной согласятся что вот как бы от вашего канала можно ожидать что-то очень хорошего взгляде на вас я уже предчувствую что-то там такое должно быть сушки вам я буду стараться комплиментов много делают много есть а вы не жалую на недостаток не жалуюсь не ну почему же я я с благодарностью замечаете не то что конечно в казани вам делать приятно в казани комплименты делали вы знаете на ю тубе больше комплиментов ну это правда позитивы хотят позитива ладненько значит и мы тогда со всеми прощаемся и я с вами не не прощаюсь надолго потому что я понимаю что вы тут подъедете или мы будем проезжать из вариантов местные калифорнийский сон засуха есть вроде как говорят есть экономит экономит ну это не повод скажем так вы же газон не поливаете у вас расход маленький у нас тут сейчас люди перестают поливать там травка становится сухой желтенькая и и заменяют на камушки на гальку на кактусы мы как в аризоне сейчас стараюсь до пустыни уже почти ну вот как в вашем реверсайде вот туда подальше от океана хорошо ладно значит а вы делаете такой воздушный поцелуй кинематографическое такое муж все очень банально просто просто пока увидимся хорошо давайте тогда мы говорим пока увидимся и и пока и пока и увидимся давайте счастливо